Господи, помилуй! Торжественность и трогательность момента чувствуются во всем. В храме святого Николая Чудотворца, осужденный Эдуард и его гражданская супруга Анастасия. Таинство согласился провести благочинный Белоярского округа протеерей Вячеслав Данькин после общения с обоими супругами. Говорят, согласие дает не каждой паре. Это убедило. Решительностью и особо, я бы сказал, настырностью. Да. Когда видишь твердое решение и желание у людей поменчаться, чувствуешь их серьезное отношение. И причем они расположены к молитве. Если к молитве расположены... Обручается работа от теми Родной Божьей Анастасии во имя Царства и Церкви Святого Бога. Аминь. Эдуард уже почти год, как находится в ЛИУ-8. Впереди еще почти два года. Рассчитывает на условно-досрочное освобождение, чтобы быть рядом с родными и нести ответственность за семью. Кстати, супруги уже воспитывают несовершеннолетнего сына, но хотят еще детей. План у нас сейчас ребенок. Хотим завести ребенка. Ну, освободиться, чтобы я освободился. Ну и жить дальше. Жить семейную. Эдуард верит, что после венчания жизнь точно изменится. И благодаря супруге, теперь уже перед Богом, он точно встанет на путь исправления. И больше не попадет в исправительное учреждение. На всю жизнь? Ну, конечно. Раз уж перед Богом поклялись, то уж теперь, наверное, на всю жизнь, 100%. Татьяна Голубева, День, с толком. День, с толком.